Есть ли разница в служении в братстве и в служении в церкви? Какая разница? Полосянам 3 глава 23 стиха И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что воздаяние от Господа, получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Какая разница? В целом, и в братстве, и в церкви это служение Богу. И к этому служению нужно относиться так, как здесь написано. Как для Господа, а не для человека. Ибо вы служите Господу Христу. Разве что сферы служения может быть чуть отличительнее, а в целом это служение Богу. Друзья, приветствую вас. Здесь две записки поступило. Первое. Как понять состояние Иоанна Крестителя в Евангелии от Луки 7.19? Ну, там описывается, что Иоанн Креститель послал двух учеников своих спросить Христа, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Это сомнение, малодушие. Объясните, пожалуйста, спасибо. И такая ремарочка. Простите за почерк, писать было неудобно. Но такой почерк, как здесь, у меня в лучшие времена, когда мне очень удобно писать. Вот такой почерк у меня. Так что все прекрасно с вашим почерком. Знаете, есть два мнения по этому поводу. Я скажу, какие мнения есть, потом скажу свое. Первое мнение, что Иоанн действительно засомневался. И этому есть определенная причина. Дело в том, что про Иисуса Христа были обетования, что он отпустит измученных на свободу. А Иоанн Креститель в это время находился в темнице. И, конечно, человек, попавший в темницу, если ждет Христа, то, возможно, если он прямо понимает буквально текст, то он, возможно, и ждал Христа. А когда он видит, что ничего не происходит, никаких изменений, то, может быть, какие-то сомнения проходят. Второе мнение, что Иоанн Креститель это сделал для учеников. То есть он своих учеников послал к Иисусу Христу. И его цель была, чтобы они увидели действия Христа и перешли от учеников Иоанна Крестителя и став учениками Иисуса Христа. Мне кажется, что оба мнения достаточно равнозначны, потому что Священное Писание не открывает, не говорит нам точно, какое мнение более правильное. Поэтому я думаю, что можно и того, и другого мнения придерживаться. И более того, может быть, и то, и другое мнение верно. То есть часть сомнений самого Крестителя было переживание, он же человек все-таки, и желание, чтобы ученики его утвердились в вере во Христа. Вот я думаю, что здесь обе стороны имеют действие. Вторая записка, я ее не буду полностью зачитывать. И тут написано так. Как вы относитесь к, и потом перечисляются некоторые конкретные люди, которых вы знаете, которых я знаю, и их некоторые поступки. Дело в том, что я не очень считаю этичным отвечать вслух всего собрания о поступках и действиях некоторых людей, особенно когда их здесь нет. Поэтому если вдруг кому-то очень сильно интересно мое мнение по этому поводу, вы можете ко мне подойти, лично поговорим с вами. Продолжение следует...